ОМОН, чиновники, автоинспекторы. Ровно год назад поселок Дубки прославился на всю страну. Местные жители блокировали движение по федеральной трассе. Полтора часа автовладельцы ждали, когда люди договорятся с властью. Вода всему виной. Пустые краны в 30-градусную жару заставили людей пойти на крайние меры. Засуха продолжалась две недели, и только акция протеста заставила чиновников приехать в Дубки. Значит, вопрос мы сейчас взяли под контроль, я думаю, решение будет. Определим виновных, наказание будет обязательно. Сегодня поселок страдает от засухи не больше, чем остальные районы. На полках магазинов напитки на любой вкус и никаких очередей. По словам местных жителей, драгоценной жидкости хватает на все. Бывают дни, конечно, когда отключается вода, там день, бывает два, но это прям уже экстренно и редко. Раньше было хуже, намного. Хотя в новой части поселка, где стоят многоэтажки, вода по-прежнему на вес золота. Прошлогодний протест Андрей Дудников не видел. Стартовский район переехал только в этом году. Но как люди дошли от точки кипения, Андрей уже понимает. Где-то вот до 19, до часа воды прям, она либо в нитку, либо вообще еле течет. Говорят, что это связано с поливом, что у людей огороды, то есть вода идет на полив. То есть, соответственно, сюда она поступает очень мало. Засуху в этот район приходит каждый год. Хотя старые оборудования и насосные станции после той акции отремонтировали, жители по привычке делают запасы. До продолжения ремонта здесь не надеются. Федеральная трасса все так же проходит мимо поселка Дубки. Вот только с ее помощью в очередной раз решить водяную проблему у людей вряд ли получится. В начале года Государственная Дума приняла закон, по которому блокирование движения считается преступлением. И за такую попытку докричаться до чиновников, человек может запросто угодить за решетку. Нина Мышкина, Алексей Барыбин. Новости. Телеобъектив.